МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня 25 декабря, последний понедельник в 2023 году. И вашему вниманию завершающий выпуск информационно-аналитической программы «Объектив. Итоги» в студии Анны Акрамова. О том, чем ознаменовалась неделя, далее. 90 лет в 2024 году исполнится Свердловская область, а новоуральцы встретят еще и 70-летие города и 75-летний юбилей ОХК. Депутаты Новоуральской думы завершили год и выстроили план работы на 2024. Из сюжета узнаете об основных решениях. Олимпийский чемпион Сергей Устюгов вышел на лыжню Новоуральска. Результат был предсказуем. Каток по месту жительства. В привокзальном районе Новоуральска открыли новый корт. Сейчас его залили льдом на радость детворе. Год педагога и наставника завершается в Центре внешкольной работы. На торжестве подвели итоги. Об этих и многих других темах в нашем выпуске. В 2024 году Свердловская область отметит юбилей. Ей исполнится 90 лет. Она была выделена 17 января 1934 года из Уральской области. Подведены итоги голосования за подарок жителям региона в честь 90-летия Свердловской области. Большинством голосов жители Уральского региона выбрали памятную медаль. Ранее Федерация профсоюзов Свердловской области вышла с инициативой широко отпраздновать 90-летие Свердловской области в 2024 году и вручить каждому жителю памятный подарок. Об этом председатель Федерации Андрей Ветлушких заявлял ранее на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которое провел заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов. Как было отмечено, каждый житель региона должен почувствовать сопричастность к этому юбилею и осознать, что вносит свой вклад в историю и жизнь региона. Важно через этот опрос, мы сейчас это в соцсетях сделать несложно, а что бы на память? Может быть это какая-то памятная медаль, может быть еще какую-то вещь, которая действительно напоминала, что человек был свидетелем 90-летия Свердловской области, славной истории Свердловской области, через историю и своей семьи, своего трудового коллектива, через историю области. И вот осталось на память что-то. С 19 по 25 декабря на портале Госуслуг, платформе, которую успешно ранее использовали в ходе голосования за статус «Достояние Среднего Урала», шло голосование за варианты подарка. Среди них был магнитный холодильник, значок, брелок, чехол для смартфона и некоторые другие. Большинством голосов жители Свердловской области выбрали в качестве подарка к 90-летию именно памятную медаль. А ранее во время проходящего на ВДНХ представления стенда Свердловской области, Евгений Куйвышев показал гостям уникальный интерактивный стенд региона, отметив, что в следующем году Свердловская область отметит 90-летие, а столице Среднего Урала Екатеринбургу в этом году уже исполнилось 300 лет. Экспозиция рассказывает жителям России о прошлом, настоящем и будущем Среднего Урала. А новоуральцы помимо 90-летия Свердловской области отметят в 2024 году еще два значимых для каждого жителя юбилея. 70 лет исполнится Новоуральску и 75 градообразующему предприятию города – Уральскому электрохимическому комбинату. О подготовке к этим масштабным событиям говорил Александр Дудин, генеральный директор ООХК на пресс-конференции для городских средств массовой информации. События и мероприятия, которые будут проходить в следующем году, в 2024 году, они все будут под эгидой нашего юбилея происходить. С всей символикой, с напоминанием людей, напоминанием людям о том, что у нас юбилей, что юбилей города, юбилей комбината. Ну и кульминация событий у нас будет в июле, 5, 6 и 7 июля. Заседание торжественное будет в театре, затем праздничный концерт в КСК, и еще будет на улице, но на открытом воздухе тоже выступление группы «Звезды приглашенные». Но по поводу приглашенной «Звезды» я пока не буду, маленько поинтригую чуть-чуть. Депутаты завершили год и выстроили планы на год грядущий. На прошлой неделе состоялось очередное и внеочередное заседание Думы Новоуральского городского округа. На заседаниях было рассмотрено 8 вопросов. Дума внесла изменения в генеральный план, который обеспечит дальнейшее развитие Новоуральского округа до 2040 года. Отметим, что этому предшествовала подготовительная работа, проведенная администрацией Новоуральска. Выполнены все требования Минэкономразвития России по содержанию генплана. Кроме того, в нем отражены два участка под комплексное развитие территории – малоэтажное жилищное строительство в микрорайоне 22Б и район улицы Ясны. А также увеличено количество земельных участков, которые входят в территорию опережающего социально-экономического развития. Резиденты ТСР, которые заходят, было 14 резидентов, сегодня уже получается 32 резидента. Сегодня тоже под них выделены земельные участки. У нас достаточно серьезные планы по населенным пунктам. Это строительство домов села Тарасково, это строительство домов села Починок. Заметьте, строительство мы будем строить, то есть 2024 год будет дан на строительство. Депутаты утвердили и прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2024 год. Согласно федеральному законодательству, муниципальные унитарные предприятия подлежат ликвидации или реорганизации до 2025 года. В связи с этим в 2024 году планируется преобразовать мупы территория, содействие бизнесу и водогрейная котельная в акционерные общества, а муп ритуал в общество с ограниченной ответственностью. Доля участия в этих обществах 100% будет администрацией. То есть по факту в части управления со стороны администрации ничего не меняется, но общества будут жить несколько в другой юридической базе, юридической основе. И соответственно действуют они будут другие законы Российской Федерации. Депутаты утвердили предложенной администрацией Новоуральское изменение в местный бюджет на 2023 год. Доходная часть выросла на 77,9 миллионов рублей за счет увеличения субвенций и субсидий из областного бюджета. Расходная часть также увеличилась на 77,9 миллионов. Дополнительные средства направлены на оплату труда работников муниципальных учреждений социальной сферы, культуры, образования, физической культуры и спорта, а также на компенсацию расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. По итогам уточнения доходы бюджета составляют 5 миллиардов 300 миллионов рублей, расходы 5 миллиардов 654 миллиона рублей. Рассмотрели прогнозный план приватизации на следующий год. Это у нас такой стандартный вопрос. Пересмотрели много лет изменяемое положение о приватизации муниципального имущества. Несколько вопросов предложил юридические дела. Мы их тоже рассмотрели и утвердили. И раз в квартал мы договорились в разном слушать отчет главы, председателя дома и председателя контрольно-счетной комиссии. Тоже сегодня их успешно заслушали. Депутаты утвердили план заседания Думы на первое полугодие 2024 года. На очередных заседаниях Думы планируется рассмотреть 39 вопросов. Среди них контроль зимней очистки города от снега, утверждение перечня приоритетных программ на 2024 год, уточнение бюджета, отчеты за 2023 год, подготовка к проведению ремонта дорог и организация детской оздоровительной компании. Близится Новый год, а это значит, что стартовала череда праздничных поздравлений. Все спешат сказать друг другу важные слова. Уважаемые науральцы, вот подходит к концу 2023 год. Год, насыщенный большими хорошими событиями. Многое было сделано в этом прошедшем году. Но самое главное, наступает новый год. Год новых ожиданий. В новом наступающем году нам предстоит многое сделать. Год юбилейный. 70 лет городу, 75 лет комбинату. Самое главное, у нас в марте стоятся события политического характера, российского масштаба. Это выборы президента. Что бы хотелось пожелать? Ну, во-первых, хотелось бы пожелать мира, добра, спокойствия, успехов во всех начинаниях. И самое главное, достатка в каждой семье. Уважаемые науральцы, мы все сделаем, у нас все получится. С Новым годом! Всего самого-самого доброго! Вера в то, что следующий год будет годом более милосердным. Он будет более добрым ко всем нам. Надежды на то, что у нас будут только хорошие новости. И, конечно, надежда на то, что у нас у всех будет немножко побольше здоровья. И не только у нас, но и у наших близких. И, конечно же, любви, потому что, ну, на самом деле только любовь спасет мир. Мне бы хотелось пожелать, чтобы каждый лист вашего личного календаря весь год был наполнен счастьем и здоровьем. В 2023 году нам, депутатам, вместе с администрацией удалось многое сделать. Вы видите, как меняется наш город. Благоустраиваются дворовые и общественные территории. Ремонтируются дороги, меняются сети. И все это будет только продолжаться. Считаю, что 2023 год стал ключевым по созданию в городе реальной конкуренции в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Эта конкуренция по управлению многоквартирными домами в будущем увеличит уровень обслуживания наших домов и повысит прозрачность управляющих компаний. Уважаемые земляки, от всего сердца желаю вам в наступающем 2024 году всего самого хорошего, чтобы крепкое здоровье, достаток, любовь и счастье были вашими верными спутниками весь 2024 год. Дорогие земляки, Новый год – любимый и ожидаемый праздник для всех. Мы верим в мечты, исполнение желаний и надеемся на удачу. Пусть тревога и сомнения останутся в уходящем году, а единство и уверенность станут девизом завтрашнего дня. Желаю всем новоуральцам семейного благополучия, счастья, здоровья, мира и добра. С новым 2024 годом! Третий открыт. В привокзальном районе в минувший четверг открылся новый корт. Это многофункциональная площадка, которая будет использоваться в любое время года. Но сейчас она залита льдом, и там уже катаются на коньках и играют в хоккей ребята со всех окрестных дворов. Репортаж с открытия Альбины Евсеевой. Помните, в нашем советском детстве такие коробки, а именно так мы называли корты, были почти в каждом дворе. Детей было не загнать домой зимой. И так замечательно, что именно сейчас эта традиция возрождается. И в каждом районе Новоуральска появится свой такой корт. Ну а жители привокзального могут уже радоваться. Такой корт у них появился. И правда, у жителей привокзального района тоже появился свой корт. Во дворе по улице Мичурина 4. Это уже третий открывшийся в нашем городе внутриквартальный корт. Есть такие же площадки по улицам Жиголовского и Дудина. Кстати, этот корт не последний. Каждый год корты появляются в разных районах Новоуральска. Мы продолжаем выполнять поручения нашего президента по развитию массового спорта конкретно в нашем городе. Да, это третий корт и будет четвертый в следующем году. Немножко хочу презентовать. Это будет зам музыкальной школьной на улице Первомайской. Пишут это все ради наших ребят. Я уверен, что на этих кортах будут зажигаться новые хоккейные звездочки. Звезды нашего российского хоккея. Во благо и на славу нашей страны. С праздником, дорогие горожане. Еще с одной хорошей дворовой площадкой, нашим дворовым кортом. Да, юные хоккеисты, которые первыми вышли на лед, рады больше всех. Для них это возможность рядом с домом обучаться навыкам любимого вида спорта. Мечтать о большом хоккее и идти к своей цели. Площадка по размерам соответствует международным стандартам. Поэтому идеально подходит для тренировок наших маленьких спортсменов. Я занимаюсь хоккеем пять лет. Где тренируешься? В КСК. Сейчас здесь будешь? Да. А ты живешь где-то здесь рядом? Да. Я живу в соседнем доме, буду кататься здесь. Тут очень весело, тем более я научусь как раз кататься. Хочешь кататься? Да. А с клюшкой ты прям в хоккей? Ну да. Кстати, в этот день на корте открылось городское первенство по дворовому хоккею «Наша игра». Игры начнутся уже скоро. Это будет именно дворовой хоккей среди любителей этого вида спорта. Кубок уже готов. Прославленный хоккеист Новоуральска Михаил Юрьевич Чуреков обратился на встречу актива проекта «Добрые соседи» с главой Вячеславом Яковлевичем. Обратился с просьбой сделать какой-нибудь каток, какой-нибудь корт в нашем привокзальном районе. И вот сказано, сделано. Прошло совсем немного времени относительно, и корт появился именно у нас здесь. Спасибо большое спортклубу «Кедр», администрации города, главе, программе «Люди и города», госкорпорации «Росатом», добленной компании «ТВЭЛ» и, конечно же, УХК за то, что поддерживают инициативу наших граждан и делают настоящий праздник для всех новоуральцев. Такая площадка – это труд многих и многих людей. Это благоустройство, подведение коммуникаций, новое освещение, заливка льда. В кратчайшие сроки, буквально считанные дни, залили лед. И буквально вчера, да, вчера было установлено освещение, и родители звонили, буквально на днях вчера вот звонили, о том, что ругались, дети не уходят с площадки. Это замечательно, я считаю. Ну и хотел бы поблагодарить всех жителей за терпение, жителей этого района, за терпение, что мы много неудобств летом предоставили. Но, тем не менее, у них сейчас радость есть в Корт. Корт – это и дворовой хоккей, и катание на коньках. Дети близко, прямо во дворе. Кого-то родители видят из окон, промокли, пошли домой. В общем, это удобно, это близко, это доступные всем занятия физкультурой и спортом. Детям нравится кататься на коньках, а ближайший стал очень далеко, тем более, когда центральный стадион перестал работать. Мне лично очень хотелось, чтобы у нас каток был поближе к дому, потому что ездить куда-то в сторону Южного было очень неудобно. И вот, я очень рада, что построили Корт, удобно кататься, ходить сюда можно хоть каждый день. Я рада. Нравится? Молодец! То есть, вы первый раз прямо на открытии уже семейно на коньках сюда? Да? Ну да, у нас почти у всех есть коньки, только у папы нету. Значит, буду... И у мамы нету. И у мамы нету. У мамы есть, мама мне свои отдала, но я сейчас катаюсь чуть-чуть в других пока что. Понятно. Сейчас прям семейный отдых может вполне себе проходить здесь, да? Да, очень неудобно. Ну что же, все на Корт, на Мичурины четыре. Кстати, он совсем не бывает пустым. Сразу после школы мальчишки и девчонки катаются здесь на коньках, играют в хоккей, а вечером сюда приходят целыми семьями, чтобы весело провести время. Альбина Евсеева, Дмитрий Дедюхин, Объектив, Итоги. Уже второй сезон в нашем городе проводится фестиваль детских социальных проектов «Город своими руками». На этот раз в нем участвовали 10 команд старшеклассников, представляющих 8 городских школ, гимназий и лицеев. Под руководством своих наставников ребята разрабатывали проекты по улучшению условий жизни как в своих школах, так и в городе в целом. На фестивале команды представили уже реализованные проекты и поделились своими достижениями. Подробности в материале Антона Сапогова. Это молодежное движение зародилось в рамках федерального проекта «Детский форсайт» под эгидой топливной компании «ТВЭЛ». Специалисты компании обучают наставников, помогают сформировать команду участников и курируют каждый молодежный проект вплоть до стадии его воплощения в жизнь. Это новый формат работы с молодежью, который буквально с первых шагов показал свою эффективность. Следом за обучением идет биржа проектов, далее реализация проекта, периодически команды созванивали со своим куратором федеральным и рассказывали о том, что сделано, то есть их направляли в федеральные кураторы. То есть вот именно работу по сопровождению реализации всей программы «Детский форсайт» на Уральске, это, конечно, благодаря топливной компании у нас все это получилось. На фестивале ребята представили свои уже работающие проекты. Пожалуй, самый известный из них – День Верхневецкого пруда, идею которого предложили ученики школы 54. Это ежегодная просветительская акция, направленная на улучшение экологии нашего водоема. Муниципалитет и предприятие Новоуральска поддержали молодежную инициативу. Она будет иметь продолжение и станет хорошей общегородской традицией. Команды 45-й школы и гимназии 41 представили «Зоны уюта» – проекты школьных уголков для отдыха и улучшения самочувствия. Разукрасили стены, изготовили удобную мебель, подобрали полезные для здоровья растения и ароматические масла. Помещение для школьного шахматного клуба обустроила команда лицея 56. В 57-й школе ребята построили мягкие скамейки из старой школьной мебели. Гимназисты разработали серию экскурсий по примечательным местам Новоуральска. Ученики лицея 58 благоустроили лесную тропинку возле своего учебного заведения. Убрали мусор, смастерили кормушки для белок. Экологический проект по пропаганде утилизации пластиковых отходов подготовили ученики школы номер 40. Вторая команда из этой же школы придумала и провела фестиваль творчества и спорта для детишек из детских садов. Важно отметить, что все команды самостоятельно нашли партнеров и спонсоров для воплощения своих проектов. Это могли быть и родители, и школы, и даже предприятия нашего города. Все проекты, ну с точки зрения школьников, они замечательные все. Ничего не скажешь абсолютно. Много фантазии в них. Это естественно, потому что они идут от детей, от школьников. Полезный проект создала команда школы 49. Она разработала систему, помогающую школьникам в поиске подработки на летние месяцы. И уже этим летом 11 ребят с ее помощью смогли трудоустроиться и что-то заработать. Как-то раз в классе мы обсуждали, кто где работает, кто хочет получить какие-то свои деньги на свои потребности. Но не было такой возможности, куда можно было пойти. И мы придумали такой замечательный проект. Мне рассказали об этом проекте в школе. И всегда, когда нам рассказывают о каких-то мероприятиях, я стараюсь принимать участие. Особенно, когда мы создаем что-то новое. Потому что у меня всегда в голове очень много идей. Но чтобы их реализовать, нужно где-то поучаствовать. Примечательно, что в ходе работы над проектами школьники получают массу полезных знаний, лежащих зачастую далеко за рамками обычной школьной программы. И сразу находят этим знанием практическое применение. Например, смогли создать электронного помощника для поиска работы в интернете. У нас вот язык программирования. Мы там вводим определенные команды, благодаря которым вам будет выявиться ответ. Вы нажимаете старт, и вам этот бот выводит определенную команду. Впрочем, привет вам выводит. Так же с работами. Вы вводите работу в команду, он вам вводит работу. Следующий этап проекта «Детский форсайт» стартует в конце учебного года. А новые идеи и новые проекты ребята начинают готовить уже сегодня. Антон Сапогов, Михаил Карелин. Новоуральская вещательная компания. В Новоуральске подвели итоги двух экологических конкурсов. В стенах администрации прошла церемония награждения победителей и призеров двух значимых муниципальных экоконкурсов. Это «Дети говорят, я люблю природу» и «Зеленая сова». Ежегодный конкурс «Дети говорят, я люблю природу» проходит среди учеников первых-четвертых классов по трем номинациям. Отходы в доходы, берегите мир, агитационный слоган в защиту природы. Важно с юных лет прививать горожанам любовь к окружающей среде и бережное отношение к ней. Идея была на рисунке то, что рисовать планету, которая веселая, чистая. Вторая была планета, которая грязная, там был мусор, она была грустная. Важно слить за экологию, потому что часто люди выбрасывают мусор на улицу, это неправильно. Нужно выбрасывать его куда правильно. Этот мусор будет перерабатываться и мы своим потомкам оставим чистую природу. В этом году для участия дальнейшего голосования было представлено 120 творческих работ. Из них только 9 победителей. Ребята рисовали плакаты, рисунки, придумывали слоганы. Все на экологическую тематику. Я от всей души благодарю все учительское сообщество, которое, начиная уже с предачи детского сада, внушаю необходимость ребенку понимать, что нужно делать для того, чтобы защитить, скажем, свой окружающий мир. Следующий конкурс – «Зеленая сова». Жюри рассмотрело 18 проектов. Этот конкурс именно для тех, кому небезразлично экологическое состояние родного города. Одно из условий – реализация представленного проекта на территории городского округа. В конкурсе приняли участие ученики городских школ, воспитанники детских садов, клубов по месту жительства, учреждений дополнительного образования, средства массовой информации, предприятия города. Мы являемся такой площадкой некой в Новоуральске по экологическому просвещению. У нас есть целый проект, как раз сегодня нас за это наградили, социально значимый проект «Экофорум». Проекты все разнообразные, все очень интересные, как направленные и на формирование экологической культуры подрастающего поколения, так и на улучшение экологической культуры в городе в целом. Данные конкурсы у нас ежегодные, поэтому всех призываем участвовать. В числе победителей Центра внешкольной работы – Мадо Росток, национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами, общество с ограниченной ответственностью АНК-сервис. А за цикл сюжетов, посвященных реализации экологической политики, в Новоуральском округе отмечена Новоуральская вещательная компания. На минувшей неделе в Центре внешкольной работы состоялось торжество, посвященное завершению года педагога и наставника в Новоуральском городском округе. В преддверии наступающего Нового года всем руководителям образовательных учреждений, педагогам, ветеранам педагогического труда и творческим коллективам пожелали ярких событий, радости творчества и удовлетворения от придуманного и реализованного. Рассказывает Кирилл Пантелеев. В России 2023 год был объявлен годом педагога и наставника. Этот шаг был сделан для признания важности и значимости профессии педагога в обществе. На минувшей неделе на базе Центра внешкольной работы подвели итоги этого замечательного года, полного новых творческих идей, событий и побед. В этот вечер звучало много приятных слов в адрес учителей. И всех тех, кто в свою жизнь посвятил образованию. Были вручены министерские грамоты и благодарственные письма. Наградили победителей муниципального конкурса «Успех года». А директорам школы подарена книга, посвященная 75-летию Новоуральской системы образования. Ее автор и составитель – председатель городской общественной организации «Дом учителя» Зоя Александровна Бушманова. Этот год подарил много событий, которые в дальнейшем станут доброй традицией. Одно из таких событий – открытие галереи педагогов и наставников. Старт этой замечательной традиции был дан на открытии года педагога и наставника. А сама галерея была открыта в начале 2023 года в Управлении образования. И в этот вечер были вручены свидетельства о занесении в галерею. Я верю, что 2023 год не поставил точку. Мы будем продолжать это делать, наращивать наши достижения, используя все ресурсы и возможности. А они у нас сегодня есть в нашей системе образования. Поэтому я поздравляю всех педагогов с наступающим Новым годом. Желаю, конечно же, новых идей, вдохновения, сил и здоровья. В этот вечер состоялся очень трогательный момент. На сцене появились семейные династии образования нашего города, которые являются призерами конкурса «Семья Росатом». Они передали эстафету от года педагога к году семьи. Надо отметить, что в этот день и не забыли про ветеранов системы образования Новоуральского городского округа. У меня стаж 46 лет. Я проработала сначала в интернате 11 лет, а потом в гимназии. И вот эти 46 лет пролетели очень быстро. Очень приятно, конечно, что не забывают нас, ветеранов. Молодые специалисты играют важную роль в развитии системы образования. Они обладают новыми идеями и взглядами на обучение, которые могут помочь улучшить качество образования. Кроме того, молодые специалисты могут стать наставниками для других учителей и помочь им в профессиональном развитии. Я общался с коллегами из других городов, регионов, со всей России даже общался, когда ездил в Москву на конкурс. И даже общаясь с педагогами, я понимаю, насколько у нас уровень высокий, насколько у нас образованные педагоги, ну и, соответственно, дети, которые показывают у нас хорошие результаты и в олимпиадах, и в конкурсах, и поступают в высшие учебные заведения в самые лучшие России. В 2024 году система образования Новоуральского городского округа продолжит развиваться и достигать новых успехов. Будут реализованы новые проекты и программы, направленные на повышение качества образования и поддержку педагогов. Также будет уделяться внимание обновлению инфраструктуры образовательных учреждений и созданию условий для профессионального роста учителей. Кирилл Пантелеев, Геннадий Донгузов, Новоуральская обещательная компания. В 2023 году объявленным годом педагога и наставника Новоуральскому дошкольному образованию исполнило 75 лет. В этот особый год инициативная группа ветеранов представила проект на радиус доверия. Их инициативу поддержали. Благодаря средствам, выделенным акционерным обществом ТВЭЛ, в детском саду номер 40 организовали каворкинг для старшего поколения. Новое пространство мастерская возможностей стало доступно благодаря поддержке акционерного общества ТВЭЛ. На выделенные средства были отремонтированы помещения, закуплена мебель и оргтехника. Имеющийся у Мадоу Росток опыт взаимодействия со старшим поколением в муниципальном проекте Новоуральское долголетие показал, что люди серебряного возраста активно участвуют в мероприятиях, которые организуют самостоятельно, где могут проявить себя, передать свои знания и умения. Ветераны дошкольного образования получили такой подарок. Место, где они могут встречаться, общаться, что-то создавать. Собственными руками это каворкинг для старшего поколения, для ветеранов дошкольного образования – мастерская возможностей. Создание каворкинг-центра для ветеранов дошкольного образования стало отличной возможностью для реализации творческой деятельности и работы с детско-родительскими сообществами через вовлечение старшего поколения в патриотическое воспитание дошкольников. На открытие каворкинга были приглашены заведующие детскими садами, находящиеся на заслуженном отдыхе. Они приняли участие в мастер-классе по созданию новогоднего сувенира. Это позволило не только с пользой провести время, но и приблизиться к волшебному празднику. За организацию вот такой площадки для общения с данными людьми, для возможности нам всем встретиться. И ощущение такое, как будто никто не уходил на заслуженный отдых, как будто мы работали много лет назад и продолжаем работать и трудиться сейчас. Мастерская возможностей – это место для ветеранов дошкольного образования, где они смогут встречаться, общаться и вместе придумывать новые творческие проекты. На регулярной основе будут проводиться различные мероприятия для старшего поколения, сотрудников и воспитанников МОДОУ. Ко-воркинг-центр расположился в детском саду номер 40 по адресу Чикалова, 9. Юлия Балдина, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. А сейчас расскажу о главных темах второй части нашего выпуска. С благодарностью за труд праздничный вечер, который объединил профсоюзных активистов, ветеранов и работодателей, состоялся в ДК Новоуральский. В декабре в нашем городе наступает, а вернее выступает бархатный сезон. Премьера театральной студии неработающих пенсионеров УХК вновь собрала зрителей вместе. Череда новогодних благотворительных концертов началась в детской школе искусств. Об этом и многом другом. Далее. Активные, неравнодушные, те, кто вкладывают все силы в развитие города и своих трудовых коллективов, подвели итоги года. В Новоуральске прошел торжественный вечер с благодарностью за труд. На нем чествовали профсоюзных активистов. Алена Питкова – молодой профсоюзный лидер в 48-й школе. Говорит, коллектив замечательный, с коллегами все по плечу. Первое место в конкурсе «Гид-бригад». Сначала в городском конкурсе, а затем и в областном конкурсе, когда мы представляли в городе Екатеринбурге свою команду. Ежегодный вечер встречи с благодарностью за труд объединяет профсоюзных активистов в конце года. Это добрая традиция и возможность сказать спасибо каждому за его бескорыстный труд и поддержку профсоюзного движения в городе. На праздничном вечере отметили людей труда самых разных сфер – ЖКХ, медицины, культуры, образования, спорта. Ведь все достижения города возможны благодаря работе трудовых коллективов. Пусть весь год будет ярким, интересным. Пусть будет мирным небо над головой каждого. Пусть случается все, что должно случиться, но с самой позитивной окраской. Огромное вам спасибо, потому что за вами стоят коллективы, ваши коллективы, руководители, которых есть свои причиненные, которые тоже сделали добрые дела общения всего года. Территориальная организация профсоюза Новоуральска сегодня – это 53 первички. Профсоюзная организация неработающих пенсионеров города – объединение студентов. Одно из достижений 2023 года – организация стала победителем конкурса среди всех закрытых городов, который проводил Российский профсоюз работников атомной энергетики и промышленности. На самое главное, когда человек идет с удовольствием на работу. А на работу он идет, когда с удовольствием, когда у него безопасные условия труда, когда комфортная обстановка, мы сейчас к этому все уже привыкли и к этому идем, когда хорошая достойная зарплата. Сегодня теркомчатие традиции, заложенные предшественниками, ветеранами труда. С приветствием гостям обратилась и Светлана Тюменцева, почетный гражданин Новоуральска. 30 лет она возглавляла территориальную организацию профсоюза и внесла большой вклад в сохранение социальной стабильности и партнерства. Будетесь во благо семьи своей, своих детей, своего коллектива, нашего города. Поэтому низкий вам поклон за ваш труд. Я хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, что вы не только сохраняете традиции, но и сохраняете профсоюзное учреждение. С днем рождения на вечере с благодарностью за труд поздравили Геннадия Соколова, художественного руководителя муниципального духового оркестра, почетного гражданина города. Руководители подразделения поздравили работников и профактивистов, ветеранов. В каждой организации за год была проделана большая работа, которая помогла поддержать работников городских организаций и предприятий в трудную минуту и дала уверенность в завтрашнем дне. Я желаю всем трудовых подвигов, желаю чувствовать себя уверенными в этой жизни. Год будет особенный, с особенными событиями. Желаю победы на всех фронтах, и на трудовом, и на военном. И желаю, чтобы мы сделали правильный выбор. Концертные номера подарили коллективы Дома культуры Новоуральский. Дед Мороз и Снегурочка поздравили гостей. А завершился вечер исполнением песни профактивистами. И о чем же она еще могла быть, как не о профсоюзе. С этим номером, кстати, Новоуральск победил на Уральском конкурсе рабочей песни. Анна Окрамова, Михаил Карелин, Новоуральская вещательная компания. Один из самых титулованных спортсменов России. Двукратный чемпион мира. Чемпион зимних Олимпийских игр в Пекине. Знаменитый лыжник Сергей Устюгов в течение двух дней был желанным гостем Новоуральска. Здесь он участвовал в чемпионате Росгвардии по Уральскому федеральному округу по лыжным гонкам и служебному двоеборью. Наша съемочная группа встретилась со спортсменом на старте одного из забегов. В отборочном этапе чемпионата России состязаются десятки спортсменов из регионов Урала и Западной Сибири. В первый день соревнований проводилась спринтерская гонка. Приехали представители шести регионов. Это Ямал, Хмау, Тюменская область, Курган, Шлябинская и Свердловская область. Из представительства, но самая значимая фигура, конечно, это Сергей Устюгов. В данный момент он на разминке. Он уже пробежал первую гонку, естественно, выиграл. Но в такой хорошей борьбе ребята ему составили конкуренцию. Там была короткая дистанция, 6 километров. Сегодня гонка серьезней, 15 километров. Вот, думаю, что всем трасса понравится. Сергей Устюгов – уникальный спортсмен. Лыжник-универсал. Одинаково хорошо выступающий как на коротких дистанциях, так и во многокилометровых забегах. Это редко встречается в лыжных видах спорта. Настроение у меня отличное. Приехал я сюда с большой радостью покататься по столь прекрасному кругу. Тут порядка на 10 километров общий круг, если можно сделать. Ну и простартоваться. Сейчас приходит чемпионат Росгвардии по Уральскому федеральному округу. Вот, в принципе, приехал поддержать ребят, сбегать с ними, поучаствовать, простартоваться, сделать хорошую тренировку. Погода прекрасная. Трасса немножко мягкая, но это как бы ничего такого. Ребятам будет сегодня тяжело. Мне тоже будет тяжело, потому что этот круг сегодня серьезный. Может показаться, что на нашей лыжне у великого спортсмена просто нет никаких конкурентов. Однако сам Сергей так не считает. Спортивная борьба всегда полна неожиданностей. Тем более, что лыжня ошибок не прощает. На самом деле любые соревнования могут принести любые сюрпризы. И все зависит от состояния соперников, от состояния моего. И это все-таки лыжные гонки. Здесь, наверное, 80% решают лыжи. Если лыжи едут, то ты будешь близко. Если лыжи не едут, каким бы ты сильным ни был, я думаю, если любители лыжных гонок смотрят этап Кубка мира, этап Кубка России и видят, что даже самые сильные проигрывают за счет лыж, то здесь как бы сюрпризы могут быть везде и всегда. Гонку на 15 километров Сергей Устюгов завершил убедительной победой. С результатом 44 минуты. Таким образом, сильнейший лыжник уверенно отобрался на финальный этап чемпионата Росгвардии. И сохранил в душе самые теплые впечатления о нашем городе. Антон Сапогов, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. Сколько жителей Новоуральска получили значки по программе «Готов к труду и обороне», где можно выполнить полный комплекс ГТО, и какие документы необходимы для участия в этом комплексе, мы расскажем в следующем сюжете. В конце года люди обычно оценивают результаты уходящего года и ставят задачи на будущее. На последней встрече Координационного совета по программе «Готов к труду и обороне» участники обсуждали итоги прошедшего года, определили планы на следующий и искали пути повышения эффективности. Мы сегодня нашим Координационным советом по внедрению и реализации комплекса ГТО подвели итоги и увидели место Новоуральского городского округа в рейтинге среди муниципалитетов Свердловской области за третий квартал. Очень радует, что наш город занял второе место, но действительно это не случайно. Мы провели большую работу, проанализировав предыдущие кварталы. ГТО – это программа физической подготовки, которая была создана в СССР в 1931 году. Она включала в себя нормативы для разных возрастных групп. Целью ГТО было укрепление здоровья населения и подготовки к военной службе. В 1972 году программа была заменена на комплекс «Готов к труду и обороне» СССР. В 2014 году был создан комплекс ГТО России, который включает в себя несколько ступеней в зависимости от возраста и пола. Здорово, что у жителей Новоуральского городского округа есть уникальная возможность дать нормативы ГТО и стать обладателем значка. У нас фестивали вообще проходят, как бы стараемся, чтобы ежеквартально проходили любые фестивали. У нас мама, папа фестивали, фестивали семейные проходят. И сейчас золотых, не золотых, а просто значкистов. То есть от серебряного и выше. Обклад большой. В программе «Готов к труду и обороне» могут участвовать все желающие, вне зависимости от возраста или уровня физической подготовки. Чтобы начать, нужно зарегистрироваться на официальном сайте и получить уникальный номер участника. Зарегистрироваться в системе помогут сотрудники спортивного клуба «Кедр». Поэтому, без сомнения, можно звонить в центры тестирования. Вам помогут, направят и сориентируют по всем интересующим вопросам. Затем необходимо пройти медицинский осмотр и получить разрешение от врача для занятия спортом. После этого вы можете начать выполнение упражнения, которые соответствуют выбранной вами ступени. Мероприятие, конечно, посещать нужно. Во-первых, это общение, деление опытом. Делишься ты, насколько сам спортивный. Вся атмосфера эта создается тоже очень хорошая. И, опять же, некоторые приходят для того, чтобы повторно сдать нормативы. Стоит отметить, что Новоуральск занимает лидирующие позиции по реализации комплекса ГТО среди муниципалитетов Средловской области. В настоящее время количество зарегистрированных новоуральцев в автоматизированной информационной системе ГТО составляет более 10 тысяч человек. И жители нашего города активно участвуют в мероприятиях и фестивалях областного и российского масштабов. У нас два центра тестирования. Наверное, уже наши жители в курсе и знают. Один центр тестирования у нас при спортивном клубе «Кедр». Сдать и нормы ГТО можно на спортивных объектах города. В зависимости от видов спорта. И зальные виды спорта можно сдать в центре тестирования на «Фрунзе-7». Выполнение нормативов ГТО может быть полезным по следующим причинам. Во-первых, они помогают улучшить общее физическое состояние и повысить уровень энергии. Во-вторых, занятие требует значительных усилий, что помогает развивать выносливость и силу. И, наконец, выполнение нормативов может помочь найти новых друзей и присоединиться к сообществу людей, занимающихся физической культурой и спортом. Я была на фестивале в Смоленске. То есть там участвовала. Но это место никакого не заняла. Но это очень хороший, большой опыт был. Я тренировался 9 лет в шорт-реке. Бежать было довольно тяжело, потому что 60 метров довольно далеко. Я в три года начала заниматься плаванием. И до сих пор плаваю. И, как я считаю, нужно успевать везде, везде догонять, пробовать как можно больше всего нового. И именно тогда нам получится стать успешными в жизни. Комплекс «Готов к труду и обороне» активно развивается на территории Новоуральского округа, способствуя развитию города и улучшению качества жизни его жителей. Кирилл Пантелеев, Геннадий Донгузов, Новоуральская вещательная компания. Кем стать в будущем? Определиться с этим вопросом новоуральским школьникам помогают еще в детстве. Для знакомства ребят с профессиями существует много возможностей. Проф-пробы, проф-консультации в станционных техниках. В этом году новые возможности. Профориентационные уроки в школах Новоуральска. Подробнее расскажет Елена Мельникова. «Россия. Мои горизонты». С 2023 года проект под таким названием реализуется в каждой школе Новоуральска. По четвергам для школьников с 6 по 11 классы проходят профориентационные уроки. Один из таких мы посетили в 41-й гимназии. На мой взгляд, очень удобная платформа для этих занятий. Располагается она на ресурсе «Билет в будущее», где есть конструкторы занятий, начиная с 6 по 11 класс. Это, конечно, большая помощь для классного руководителя, ведущего занятия. К примеру, в этот день дети познакомились с профессией медицинского работника. Дети имеют возможность видеть специалистов. Я стараюсь их приглашать каждую неделю, людей разных профессий. И дети действительно приобретают нужные для жизни навыки. К ребятам из 8 класса пришли представители местного отделения российского Красного Креста. Как оказать самую первую помощь не только окружающим, но и себе. На этих уроках дети получают навыки первой взаимопомощи, что иногда помогает спасать жизнь до приезда медицинских работников. Мы научились, ну именно я, спасать жизнь человеку, к примеру, который подавился. В будущем, возможно, я смогу оказать кому-то первую помощь. Например, сделать искусственное дыхание. Или, если человек подавился, смогу ему как-то помочь. Мне стало как-то больше интересна тема медицины. И у меня были мысли пойти на хирурга. И сейчас, возможно, в будущем, может быть, и пойду на него. Кем мне стать, когда я вырасту? В этом вопросе юным новоуральцам помогает профконсультационный центр на станции юных техников. В течение года каждый школьник может познакомиться с интересующими профессиями и уже сделать выбор. В этом году увеличилось количество профессиональных проб за счет Новоуральского технологического колледжа. Дети даже познакомились со сварочным делом. В последние годы очень широко профориентационная работа развивалась. Ей уделялось большое внимание со стороны Федерации. И вводилось и билет в будущее, и он продолжается. Были проектория, такой проект большой. И та же большая перемена, она тоже способствует тому, чтобы дети могли самоопределиться. И могли понять, что же им интересно в жизни, куда двигаться дальше. И когда проходит профориентационный урок, а дальше он подкрепляется пробами, то у ребенка, конечно же, возникает единая картинка мира. В нашем городе есть психолого-педагогический класс в 45-й школе. В 54-й школе в будущем появится медицинский. На базе станции юных техников есть предпринимательский класс. По субботам ребята занимаются этим направлением. Профессиональные пробы проходят даже в детских садах города. Малыши могут познакомиться с профессиями через лего, приготовление еды, вышивание и многое другое. Таким образом, наши ребята знакомятся с более широким спектром профессий, что может помочь им в будущем сделать свой правильный выбор. Елена Мельникова, Михаил Карелин, Новоуральская вещательная компания. Детская школа искусств вносит неоценимый вклад в развитие детей, воспитывая патриотизм и духовность. В этом году новогодние концерты школы проходят как благотворительные. Жизнь детской школы искусств постоянно кипит, репетируются номера, готовятся к концерту, а перед Новым годом это особенно заметно. На сегодняшний день в школе занимаются 976 ребят по разным направлениям. Активно развивается коллективное детское творчество. На постоянной основе действуют симфонические и духовые оркестры. Оркестр народных инструментов, хоровые, фольклорные и театральные коллективы, хореографические, вокальные и инструментальные ансамбли. В декабре детская школа искусств открыла череду благотворительных концертов. Сегодня мы открываем череду новогодних представлений, которые поведут наших учащихся и весь коллектив навстречу новому 2024 году. Здесь в формате творческих отчетов наших коллективов учебных и, конечно же, ребят солистов, мы будем для наших родителей и гостей школы искусств показывать все, почему здесь можно научиться, как можно стать ярким, активным и сделать свою жизнь интересной. Детская школа искусств объединяет людей разных поколений, развивает их творческий потенциал, передает ценности и традиции, показывая важность культуры и патриотизма. Мы готовимся к концерту с музыкальной композицией «Васильев день». Мы в этой композиции рассказываем, что такое Рождество, то, что колядовщикам подают особое печенье, козульки. Мы всегда исполняем какие-то поддерживающие, какие-то очень утверждающие песни. Я понимаю, насколько это важно для людей, которые приходят смотреть эти концерты, для людей, которым мы мысленно посылаем весь наш заряд, который находится сейчас на поле боя. В течение учебного года юные музыканты показывают высокие результаты. Открытые занятия, зачеты, контрольные уроки, академические концерты, просмотры. Ежегодно школа выпускает более 80 человек по разным направлениям и ведет целенаправленную работу по профессиональной ориентации обучающихся. В 2023 году 10 ребят продолжили обучение и поступили в учреждения среднего и высшего профессионального образования в сфере искусств. С целью вовлечения родителей в учебный процесс на образовательных программах и по классам преподавателей проводятся тематические классные мероприятия. Основная задача образовательного процесса – духовно-патриотическое воспитание детей и молодежи успешно реализуются через совместную творческую деятельность обучающихся коллектива и родительской общественности школы. Я занимаюсь на аккордеоне, мне это очень нравится. Каждый месяц у нас бывают академические экзамены, где я сдаю примерно по три месяца. Уже третий год наши ребята имеют возможность музыцировать в нашем народном оркестре. И благодаря национальному проекту «Культура» было приобретено много новых музыкальных инструментов. Девять лет назад у нас здесь появилось отделение диджейнга. Благодаря национальному проекту «Культура» у нас были приобретены изящный глокон-шпиль, ксилофон, ударная установка, которая сейчас находится в зале. Перед Новым годом в коридорах детской школы искусств можно увидеть изящных балерин и даже белок с лягушками. Они все готовятся к выступлениям. Юные таланты, обучающиеся по программе искусства театра и хореографическое творчество, выступили на благотворительном концерте. Мы выступаем на новогоднем благотворительном концерте. У нас уже номер называется «Погоня за орехом» и мы белки. Мы не волнуемся, но мы очень рады, что нам дали такую возможность выступить. Благодаря образовательным программам ребята могут выразить себя как личности, раскрыть свой внутренний потенциал, научиться работать и взаимодействовать в коллективе. В этом году коллектив «Школы искусств» и родительская общественность поддержали инициативу провести новогодние концерты как благотворительные. Все собранные средства будут направлены в поддержку новоуральских семей военнослужащих и мобилизованных на СВО насчет автономной некоммерческой организации «Делаем для города». Юлия Балдина, Михаил Карелин. Объектив. Итоги. На базе Центра внешкольной работы прошел спортивный этап проекта «Оценим прошлое, строим будущее», посвященный 75-летию УХК и 70-летию Новоуральска. Этап назывался «От веселых стартов до олимпийских вершин». Напомним, что в ноябре этого года прошел конкурс плакатов «У УХК «Наш комбинат. Наша гордость». В рамках проекта «Оценим прошлое, строим будущее», посвященного юбилею города Новоуральска и Уральского электрохимического комбината. Ну а в декабре состоялся спортивный этап этого проекта. Рады, что такой праздник состоялся в Новоуральске. Мы рады, что он посвящен юбилейным событиям, которые нас ждут в следующем году. Инициаторами выступил Центр внешкольной работы. Уральский электрохимический комбинат поддержал эту инициативу. И сегодня мы одна из семей, которые приняли участие в этих веселых стартах, чему мы несказанно рады. Здесь, я думаю, что не будет победителей. Победили уже и так все, придя сюда, даже несмотря на погоду. У нас отличное настроение. Наш капитан команды вывел команду в лидеры. Последним этапом было расшифровать аббревиатуру «Уральский электрохимический комбинат». И он взял на себя ответственность написать самое длинное слово и написал его без ошибок. Надо отметить, что данный проект реализован с помощью грантовой поддержки «Уральского электрохимического комбината». Такие мероприятия помогают участникам развивать свои творческие и спортивные навыки. А также узнать больше о истории и культуре своего города. Кроме того, они способствуют укреплению семейных связей и созданию дружественной атмосферы. «Положительные эмоции. Нам очень все понравилось. Мы все улыбаемся, счастливы и довольны. Для нас самое интересное – это конкурс со скейтом, потому что это крайне редко встречается вообще скейты, что мы бы на них катались. А тут пришлось еще выигрывать в этом конкурсе, стараться. Папа, мы скучаем!» Надеемся, что количество подобных мероприятий будет только увеличиваться. Важно, чтобы подобные мероприятия стали доступными для всех слоев общества и продолжали проводиться с учетом интересов и потребностей различных групп населения. Кирилл Пантелеев, Геннадий Донгузов. Новоуральская обещательная компания. Предновогодний подарок сделала всем новоуральцам творческая студия профсоюзной организации неработающих пенсионеров Уральского электрохимического комбината. В Доме культуры УХК они представили свою новую постановку. Ежегодно в Новоуральске в декабре наступает, а вернее выступает, бархатный сезон. Так называется театральная студия профсоюзной организации неработающих пенсионеров комбината. Вот и на этот раз очередная премьера под названием «На теплоходе М». Это уже далеко не первый спектакль в студии. Поскольку эти два слова «волшебный отпуск» и «путевка» повышают настроение, мы решили к этому привязаться и создать настроение для всех, кто придет к нам в гости. Готовились, но как обычно. Были трудности, были какие-то удачи, какие-то находки. Что-то резали, что-то убирали, сокращали. То есть обычная рутина подготовки театра. Артисты театра – люди со стажем. Не только с трудовым, но и творческим. Пенсионеры сохраняют задор долгие годы, ведь выход на заслуженный отдых – не повод отказаться от сцены. Они с удовольствием занимаются в театральной студии «Бархатный сезон». Здесь у каждого своя харизматичная роль, соответствующая типажу артистов. Я не знал, что я такой талантливый, но я пришел и понравилось, и как-то уже и к коллективу привыкаешь. Это не первый мой опыт играть роли, потому что я работала в дошкольном отделе, и кого я только там не играла. Премьеру на теплоходе «М» зрители встречали аплодисментами в течение всех трех дней. Как всегда, спектакль полон юмора, музыки, доброго отношения. Спасибо всем большое вам, уважаемые зрители, за то, что вы не побоялись морозов, пришли поддержать наших артистов. Большую помощь оказали все цеха Дома культуры Новоуральский. Был задействован большой круг людей, которым и зрители, и артисты благодарны. Звукорежиссеры, осветители, художники, солисты, музыкальный театр «Калибри». Премьера прошла при поддержке Уральского электрохимического комбината и ПОНП ОХК. Анна Акрамова, Геннадий Донгузов, Новоуральская обещательная компания. Эта неделя обещает быть насыщенной на события. Обо всем мы расскажем вам в выпусках новостей. Завтра, 26 декабря, в 19.00 на канале ОТВ, в эфире Новоуральской обещательной компании, смотрите пресс-конференцию Александра Дудина, генерального директора Уральского электрохимического комбината. А в 19.30 выпуск новостей «Объектив». Итоги 12 месяцев мы подведем в нашей праздничной программе в пятницу, 29 декабря, в 7.00 вечера. Вместе вспомним о главных событиях уходящего года, а также расскажем о нашей встрече с символом наступающего года, веселым драконом Кошей. Он пообещал нам, что исполнит все наши желания и что у всех горожан все будет светло, радостно и благополучно. Будьте с Новоуральской обещательной компанией и будете в курсе событий. Предновогоднего вам настроения. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова